Добрый вечер! В прямом эфире новости на ТНВ в студии Альбина Слагараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Фанаты из Бельгии, Бразилии приехали в Казань. О Казани, татарской кухне и гуляниях расскажет Слава Тухмадулян. В Казани появится новый экспериментальный эко-район. Не должны конкурсанты рисовать что-либо больше пяти этажей. Где и когда начнут строить дома, знает Анна Городнова. От сумы и до воды. Мы вбухали такие деньги, да? И мы сейчас сидим без воды. Жители Нижнего Услона страдают без питьевой воды. Почему, уплачивая деньги за хороший напор, они вынуждены собирать ее по каплям? Узнавал Рамиль Шайдуля. Фавориты Мундиали на Казань-арене. Завтра на Казанское поле выйдут футболисты сборных Бразилии и Бельгии. Билетов практически не достать. Те, что есть, предлагают по баснословным ценам. В столицу республики уже приехали тысячи болельщиков из Мексики, Колумбии, Франции и фанаты играющих команд. На улицах песни про Марадону и Азара услышал Слават Махмадуллин. Уже без голоса, но все еще с настроем на победу и праздник. Выходят на перрон болельщики команд. Судя по сонным глазам и немного вялой походке, эту ночь в поезде они не спали. После прошлой ночи в поезде вместе с бразильскими фанатами и нашей вечеринки, я надеюсь, что Бразилия станет чемпионом, хотя я толком ничего не помню. Помочь Майклу сможет видео из поезда, снятое российскими болельщиками. Бразильцев на стадионе обещали поддержать французские и мексиканские фанаты, а вот бельгийцев в Казани пока явно в меньшинстве. Вообще мало бельгийцев, то есть даже вот в Москве, когда смотрели матч Бельгия-Япония, там за Бельгию боялись единицы. В честь бельгийцев на перроне защитил одинокий Себастьян. Бельщики Бельгии остались в Бельгии, потому что Бельгия, когда она станет чемпионом, мы всем нациям подарим картошку фрид. И они уже там приготовляют картошку. В порыве показать, что бельгийцы тоже умеют праздновать, он попросил у нас микрофон. Бельщик! На Баумуна сегодня тоже царят бразильцы. Бразиль, алле-алле-алле! Бразиль, алле-алле! В ресторанах и кафе развешивают желто-синие флаги, а болельщики учат название блюд татарской кухни. Чак-чак, Белэш, и первая? Уч-пуч-мак. Уч-пуч-мал. Да, конечно. Окей. Кричалки и песни за обеденными столами. Бельгийцам пока, конечно, не позавидуешь, хотя они не сдаются. Посмотрим, не зря ли бельгийцы готовят тонну картошки, а бразильцы уже планируют поездку на финал. Все решит игра. Завтра четверть финал Бразилия-Бельгия в 21.00 на Казань-арене. Эти ребята обещали устроить шоу. Слово Хуадулин омерзали же в ТНВ Казань. И в связи с игрой Рустам Яниханов рекомендовал руководителям организации сократить завтра рабочий день до 14.00. С учетом большого количества болельщиков и туристов такая мера снизит нагрузку на общественный транспорт и создаст более комфортные условия для жителей и гостей города. Сегодня мы спросили работу дателей и самих казанцев, как они отнеслись к такой инициативе. Резиденция критерных индустрий штаб будет открыта, как и в любой день, потому что мы работаем без выходных. Я думаю, наверное, призыв может быть услышан. Я думаю, что наша организация тоже при возможности отпустит своих сотрудников чуть пораньше. Вполне уместно было бы сделать как минимум хотя бы сокращенный день, как максимум. Я думаю, любые болельщики не отказались бы, чтобы был бы даже выходной. Для развязки транспортной сети это, возможно, необходимо. Я была бы рада, но для меня лично не критично. Напоминаем, игра начнется в 9 вечера. Уже с 17.00 в городе будет действовать в последние мили. Проезд закроют по улице Себгата Кахакима, на проспекте Ямашево и на 3-й транспортной дамбе. Неймар сегодня оказался в одной команде с Роналдой Месси. В Казани появилось еще одно граффити звезд мирового футбола. На этот раз форварды сборной Бразилии. С какой из его причесок он предстал, увидел Ленар Генатуллин. За 13 часов портрет размером в 40 квадратных метров художники нанесли на фасад школы. Красок не жалели и не могли сделать портрет Неймара меньше, чем Роналда и Месси. Задача непростая, даже втроем выполнить все было непросто. Это была война с временем. Гонка с временем, чтобы успеть срок сделать. Ну и этот рисунок, можно сказать, сложнее предыдущего с Месси. Другая стилистика и цветовые решения. Торопились не зря. Именно сегодня сборная Бразилии заехала в отель, из окон которого Неймар сам сможет оценить работу художников. Я думаю, что понравится, потому что, насколько я знаю Неймара, он такой любитель, так скажем, покрасоваться. И я думаю, что ему польстит изображение. Это очень красиво. Вы любите Россию, мы любим Бразилию, все любят Неймара. И он узнает о вашей любви через этот портрет. Неймар здесь как агент 007. Я думаю, ему понравится. Россию! Неймар на одной из пресс-конференций сказал, что он лучший футболист мира, а Роналдо и Месси не могут с ним в этом соревноваться, потому что они с другой планеты. Так у нас в Казани и получается. Пока вечно конкурирующие Роналдо и Месси в изображении на здании спорят, кто больше забил мячей на чемпионате, спокойный и удовлетворенный Неймар расположился совсем на другом здании. Так сказать, на другой планете. Ленар Генатуллин, Марацо Идгараев, ТНВ, Казань. Неймар в Казани и он уже оценил граффити собственным изображением. Эй, приятель, что смотришь на меня? Подписал фото бразильский форвард в своем инстаграм. Бразильская команда самая титулованная в мире и у этой сборной всегда были свои легенды. Пиле, Роналдо, Рональдинио, теперь Неймар. Сегодня он вместе с командой тренировался на центральном стадионе Казани. Фирменные финты оценил Алмаз Гафиатов. Избалованная казанская публика изначально, когда увидела расписание матчей, слегка расстроилась. Но, как оказалось, все было зря. Именно здесь, на Казани-арене, сначала выбили действующих чемпионов мира грозных немцев. Дальше здесь же вылетел и аргентинц Лионель Месси. И вот сейчас на десерт болельщикам предложили матч Бразилии и Бельгии. Бразильцы выступят во главе с самым высокооплачиваемым игроком Неймаром. Целый день болельщики дежурят у отеля и стадиона. Все хотят увидеть звезд бразильской команды. Несмотря на чемпионаты, эта команда стабильна в числе фаворитов. Мы ждем только победы. Это у нас в крови. Нам не важно, с кем играть. Бразилия всегда будет лучше. Так сложилось исторически. 15 минут ожиданий на поле центрального выходит Неймар. Настроение у футболистов отличное. Тренировка временами напоминает шутливые игры детей. Сотни журналистов из разных стран мира пришли посетить тренировку сборной команды Бразилии. Такой ажиотаж, пожалуй, был разве что в прошлом году. На тренировке в Португалии увидеть Криштиану Роналду пришли тогда немало представителей прессы. Вот сейчас золотой игрок под номером 10 вышел на поле самым последним. И как раз в этот момент над центральным стадионом пошел дождь. Помимо Неймара в Бразилии есть кому забивать. Не зря эта команда так уверенно дошла до четверть финала. Молодым бельгийцам будет непросто. В максимальном уровне своей формы. Это не только дриблинг, это не только игра в мяч. Нет, есть какие-то переходы, есть какие-то уходы в оборону. Если вы посмотрите видеозаписи, вы увидите, что он с коллективной точки зрения очень много дает сборной. То, что завтра в Казани будет футбольный карнавал, в этом нет сомнений. В матче с участием этой сборной и молодой амбициозной Бельгии по-другому быть не может. К другим темам. Пострадавшие вкладчики начнут получать помощь от республики. Сегодня по поручению Рустама Мениханова объявили конкурс на разработку проекта для нового жилого микрорайона в Казани. Он станет первым экологичным. Средства от продажи участков направят на выплаты вкладчикам. Тему продолжит Анна Городнова. 20 минут езды до центра города, 300 метров пешком до Волги. Это будет городская среда нового типа. По площади больше, чем Дербышки и Константиновка. Принципиальное отличие. При застройке максимально сохранить природный ландшафт. 759 гектаров территория бывшей артиллерийской базы. Ее расформировали еще 7 лет назад и никак не использовали. В прошлом году землю передали Республиканскому фонду поддержки. Результаты данной работы положительно скажутся на решение основной задачи Республиканского фонда поддержки. Это наполнение фонда для удовлетворения требований граждан и организации пострадавших в результате банкротства банков, зарегистрированных на территории Республики Таштан. На эти земли придут инвесторы. Вырученные от продажи участков деньги направят на выплаты обманутым вкладчикам. Примерная цена 10 соток около 4 миллионов рублей. В новом районе будут жить около 20 тысяч человек. Несмотря на то, что здесь раньше хранились боеприпасы, район экологически чистый, заверил председатель фонда. Вот эти слухи по поводу того, что там отравлена почва или что-то, что там что-то, это настолько необоснованно. Это были деревянные склады, где хранились просто снаряды. И в случае их подрыва, там оболовка была, просто чтобы ударная волна вверх уходила. Все остальное тщательно, вычищенный лес в идеальном содержании. Это будет своего рода урбанистическая деревня с малоэтажным строительством и со всей социальной инфраструктурой. Детскими садами, школами, новыми дорогами. Спрос на жилье в Казани есть, рождаемость только растет. Кировский район, точка роста, она сложная точка роста, потому что большое количество вопросов инженерной инфраструктуры. Мы были заперты по вопросам водоотведения и канализации. Благодаря, опять-таки, решению руководства республики, мы на сегодняшний день заканчиваем строительство новой КНС Заречья. Это развязывает нам руки на развитие и строительство этой части города. К работе над проектом приглашают архитекторов со всего мира. Объявлен международный конкурс. Заявки принимаются до 14 августа на официальный сайт. На первом этапе мы просим конкурсантов представить нам релевантное портфолио, в котором есть не менее пяти выполненных проектов, которые отражают их опыт и знания в той области, в которой объявлен конкурс. Оценивать работы будет экспертное жюри. Во главе с Рустамом Менихановым лучшую концепцию развития эко-района выберут 6 ноября. Призовой фонд 12 миллионов рублей. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Платили за воду, дождались засухи. Селяне из Верхнеуслонского района не понимают, куда уходит вся вода из водонапорной башни. Третий месяц она не доходит до их домов. Куда утекает вода и деньги? Рамин Шайдулин. В разгар лета без воды. Не пались грядки, а иногда даже и не попить. Третий месяц водой Фанья Ханеева запасается впрок. Днем по каплям наполняет ведра, чтобы вечером орошать грядки. Растем в Викторию, а палить нечем. Вода пропала в мае месяца. Такой практически засухой в Нижнем Услоне обернулся недавний ремонт водонапорной башни. В мае воды перестало хватать на всех, поэтому жители решили поменять слабый насос на более мощный. Сумма насоса 53 900. Каждый житель собирал по 1000 рублей. Новый агрегат должен был решить проблему, но по словам жителей стало только хуже. На настоящую засуху сетует на улицах Карла Марса, Красноармейская, Гагарина, Горького. А в водонапорной башне уже все сказано. То, что ее построили, то, что она людям сейчас воду не дает. Я говорю, за Нижнюю улицу мы тоже сейчас без воды. Мы находимся у той самой единственной на все село водонапорной башни, которая, судя по непрекращающемуся звуку, и, например, вот этому напору, функционирует нормально. Вопрос лишь в том, хватит ли мощности всего одной башни на весь Нижний Услон. Одной скважины мало и в сельсовете признают, что уже пошли на крайние меры. Перешли на суточный режим. Каждый день в Нижнем Услоне перекрывают по одной из улиц, чтобы другим доставался хотя бы какой-то напор. В этом году будем еще одну скважину дополнительную. На будущий год при условии объема денежных средств, ну, в нужном объеме, запланирована замена азбекциям водопровода с каптажа протяженностью 3,5 километра. Так власти рассчитывают уменьшить нагрузку на единственное на село башню, пока к ней подключены минимум три крупные сельские улицы. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Верхнеуслонский район. Это новости на ТНВ и далее в программе. Апрель обрел свой дом. Психологически они меняются. У них это настроение хорошее. Они прямо с желанием сюда идут. Какие новые возможности для детей открывает новый реабилитационный центр? На его открытии побывал Сергей Хайдаров. Больше слаще острее. Какие рекорды Казань бьет в дни Мундиаря, узнал Рамиль Шайдулин. Завершился рабочий визит Рустама Мениханова в Казахстан. Сегодня он провел ряд деловых встреч и принял участие в открытии Международного финансового центра Астана. Как от переговоров перешли к решениям, расскажем далее. Церемония открытия, выступка проектов и ряд встреч и таков рабочий график Рустама Мениханова в Казахстане сегодня. Он обсудил экономические и торговые отношения с деловыми кругами Казахстана и некоторыми гостями Астанинского форума «Исламской экономики». Поздравляю вас с... Сегодня откроется финансовый центр. Я думаю, что для всех нас, не только для Казахстана, для россиян, это знаковый событий. Казахстан развивается, мы радуемся, мы еще. Это открытие Международного финансового центра Астана. Значение его появления сложно переоценить. Казахстан шел к этому несколько лет. Рустам Мениханов среди почетных гостей. Татарстан планирует сотрудничать с новым центром. Впервые идея создания МФЦА была предложена мной в 2015 году, как один из ответов на новые глобальные вызовы. После беседы с премьер-министром Казахстана приятная награда. По распоряжению президента Нурсултана Назарбаева Рустаму Мениханову вручили юбилейную медаль «20 лет Астане». Альбина Слагараева, ТНВ, Астана. 600 тысяч тонн этиленов в год дополнительно смогут выпускать в Нижнекамске. Большая стройка нового олефинового комплекса Нижнекамск-Нефтехима уже на пороге. Город посетила делегация немецкой компании «Линда Инжиниринг» во главе с председателем Совета директоров Кристианом Брухом. Гости побывали на промышленных площадках компании. Именно «Линда» выступает лицензиаром, поставляет оборудование и материалы, оказывает услуги по проектированию нового олефинового гиганта. В конце мая на Петербургском экономическом форуме был подписан договор с Дойчей банком на 807 миллионов евро. Подготовка к строительству начнется уже в июле, а завершиться должно к 2023 году. Новый комплекс увеличит объем продукции предприятия в два раза. Я впервые в Нижникамске и глубоко впечатлен. Я видел очень много химических производств и поразился тому, что здесь есть и с точки зрения площади, и с точки зрения эксплуатационных вопросов. Апрель наконец обрел свой дом. Сегодня в Казани реабилитационный центр переехал в новое здание. Теперь он работает на базе бывшей 21-й поликлиники. Здесь не только современное оборудование, но и комфортные кабинеты, и возможность принять больше пациентов. Как апрель подарит новое будущее для сотен детей, узнал Сергей Хайдаров. Так впервые у апреля появился свой собственный дом. Это праздник не только для сотрудников центра, но и для родителей и детей. Дочеря Малсуги Затульной по 15 лет. Девочки родились с диагнозом ДЦП. Своих друзей поддержку они нашли здесь. Психологически они меняются. У них настроение хорошее. Они прямо с желанием сюда идут. У меня с вечера начинают спрашивать, мама, завтра поедем туда? Я говорю, да, поедем в апрель. Если в начале пути центр «Апрель» занимал площадь, равную трехкомнатной квартире, то сейчас здесь большие кабинеты и современное оборудование. Помогает в центре не только самим ребятам, но и родителям. Осуществляется поддержка, помощь, в том числе психологическая, родителям детей инвалидов. Это очень важно. 14-20 дней он прошел реабилитацию. Все остальное время он находится дома, в семейном окружении. И поэтому важно для нас обучить маму, папу, бабушек, дедушек работать с этим методологическим материалом. Сейчас мы находимся в кабинете сенсорной интеграции. Именно здесь детишки могут максимально расслабиться, потому что в этой комнате звучит очень приятная и успокаивающая музыка. Кроме того, здесь же они могут и развиваться, потому что на полу здесь установлен специальный интерактивный датчик, который реагирует на все движения ребенка. Уже сейчас центр имеет все необходимое для работы. Одномоментно здесь могут принять 60 детей, а за год реабилитацию пройдут более 500. Лучшие специалисты, самые современные оборудования и методики. Это стало возможным благодаря проекту Минтруда «Сможем вместе». Причем со временем возможности центра будут только расти. У нас правда больше возможностей. У нас есть три сенсорки очень хорошие. У нас будет физиотерапевтический кабинет хороший. Соленую комнату мы также организуем. То есть приобретается еще новое оборудование. Кроме реабилитации на ранней стадии, центр совместно с Министерством труда и занятости помогает и в дальнейшей жизни. Многие подопечные в будущем будут трудоустроены. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Миллионы на лоббирование импортных препаратов. Сегодня РБК опубликовала информацию. 41 тысяча российских врачей получили больше 3 миллиардов рублей от зарубежных компаний. Официально деньги уходили на лекции и оплату транспортных расходов медиков. Но издание не исключает. Таким образом, европейские компании продвигали собственные лекарства. Подробнее Альбина Минибаева. Миллионы на продвижении фармкомпаний. По данным РБК, только за прошлый год зарубежные производители таблеток и медикаментов перечислили немалые деньги российским врачам. Зарубежные фармкомпании, приходя на российский рынок, чаще всего становятся партнерами местных фирм. Денис Джонсон знает всю американскую фарминдустрию изнутри. Своё имя он попросил изменить. 20 лет господин Джонсон проработал в двух фирмах фармпредставителем. С 2000-х поощрений медиков в США, только в рамках закона, любое нарушение – это лишение лицензии. Американское общество против даже брендирования рецептурных листов. Сегодня нормы такие, что когда ты приходишь к доктору, у него не должно быть ручки или рецептурного бланка с названием или лейблов определенной компании. Это просто порицается обществом. Конференции, личные встречи с врачами. Эти технологии в Америке были взяты в 90-е годы. В России с 2000-х. Именно тогда, после запрета в Америке, такая форма лоббирования пришла в нашу страну. Официально фармкомпании тратят деньги на лекции или транспортные расходы врачей. Это данные, которые получил РБК через зарубежные декларации. В реалиях миллионы могли уйти на гонорары. Возможно продвигать какой-то определенный продукт, определенную компанию. Поэтому такие выделяют большие суммы. Чтобы продвинуть свои препараты, а наши немножко сдвинуть в сторону. Они не прописывают препараты, которые действительно аналоги, которые могут быть чем-то дешевле. Для фармкомпании интерес представляют так называемые кафедральные врачи или крупные медицинские центры. Именно через них они могут продвигать свои препараты в большом объеме. Или, например, с помощью хирурга лоббировать определенные свои протезы. А вот обычные терапевты для них мало интересны. Чаще всего препараты продвигают в онкосферы, кардиологии, неврологии. Пациентам предлагают тестировать медикаменты. Это законно. До 2011 года также любым пациентам могли предлагать бесплатные таблетки для пробы. Сейчас рекламы меньше, но вопросов у пациентов больше. Возникает вопрос, почему мне врач не выписывает конкретное наименование препарата. Здесь тоже законом все определено. И в настоящее время врачи могут выписывать, скажем, препарат только по химической формуле. Нельзя указывать торговые наименования. На лоббирование таблеток в республиканский Росздравнадзо за прошедший год не жаловались. Чаще навязывают услуги частные, мед и косметические компании. Фирмам кратят штрафы, судебные тяжбы и даже отзыв. В Нижнекамске нефтехимия начался прием молодых специалистов. 15 выпускников колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лимаева пополнят кадровый состав предприятия. С этого приветствия начинается трудовой путь будущих работников ПАО Нижнекамск-нефтехим. Сегодня 15 лучших выпускников профильного базового колледжа вступили в ряды сотрудников предприятия. Я хотел как-то связать свою жизнь с химией, потому что это предприятие, наш город-предприятие, они взаимосвязаны. И хотел найти работу для себя, которая будет постоянно. Я начну, наверное, метрологом, а там уже дальше, может, и инженером. Мы учились у нас очень многому. Я надеюсь, что это мне очень пригодится и буду все как-то реализовывать. Обеспечение ПАО Нижнекамск-нефтехим грамотными, квалифицированными и адаптированными к производству кадрами осуществляется благодаря тесному сотрудничеству с профессиональными учебными заведениями города. Выпуск в этом году у нас в колледже составил более 800 человек. Почти 900 человек выпустили мы в этом году. 200-100% на нефтехим и остальные на другие предприятия города. Выпускникам учебных заведений уделяется на предприятия особое внимание. Задолго до прихода сюда их распределяют по подразделениям, где для них заранее резервируют вакантные места. Мы всегда занимались развитием студентов. Мы всегда за ними присматривали все учебные заведения. Когда у нас происходит обучение студентов, мы их берем на практику, их введем, смотрим. И из самых лучших выбираем себе специалистов, которые в последующем трудоустраиваем к себе. В ПАО Нижнекамскнефтехим ежегодно утверждается план приема на работу выпускников учебных заведений. В 2018 году будут трудоустроены более 200 молодых специалистов. Средняя загрузка казанских отелей в период чемпионата превысила 80%. Такие данные озвучил сегодня руководитель федерального агентства по туризму Алекс Афонов. Прокомментировал глава Ростуризма и проблемы двух туроператоров Натали Турс и Диэс Би Дабл Ю Турс, которые прекратили свою деятельность и аннулировали туры. По его мнению, речь о системном кризисе на рынке выездного туризма не идет. Сколько чпичмаков съели и сколько литров пива выпили гости, посчитали рестораторы Казани. Опросили 65 казанских кафе. Что же выяснилось, гастрономию в цифрах представит Рамиль Шайдулин. 88 тысяч литров пива за 20 дней. А вот это казанский рекорд от Госкомитета Татарстана. По туризму сегодня облетел весь интернет. Столичный общепит отчитался о том, сколько съели и выпили болельщики с начала Мундиаля. Кафе и рестораны продали больше 21 тысячи треугольников и почти 90 тысяч литров пива. Свои собственные рекорды один раз повторила и один раз била и сама Казань-Арена. Сначала на матч Ирана и Испании на стадион пришло 42 тысячи 778 болельщиков. Это больше, чем вообще когда-либо на Казань-Арену приходило. Но и этот рекорд побили болельщики Польши и Колумбии. Это 42 тысячи 873 зрителя. И ровно столько же пришло на игру Аргентины и Франции. Ждем Бразилию и Бельгию. А установить этот рекорд в Казани только предстоит. На этот раз он снова гастрономический. Сегодня в городе приготовят целый футбольный стадион из роллов. Вместо газона, наверное, будет васаби, а вместо трибун кусочки тунца. Блюдо приурочено к выходу сборной России в четверть финал чемпионата. Остается догадываться, каких рекордов ждать, если сборная выйдет в полуфинал. Народные танцы и песни под звуки гармонии, кубы, закураи. Так сегодня в Казанском пресс-центре чемпионата мира провел флешмоб государственный ансамбль фольклорной музыки. Артисты дали мини-концерт в национальных костюмах. Таким был этот день. Впереди еще прогноз погоды. Я же прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет. Этим летом Театр оперы и балета приглашает всех ценителей классической музыки на международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Грандиозные постановки в исполнении признанных артистов мирового уровня на сцене Театра оперы и балета. Билеты в продаже с 25 апреля. Театр оперы и балета. В предстоящие сутки осадки в республике прекратятся. Температурный фон сохранится умеренным. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет облачно, но без осадков. Плюс 25. На северо-востоке Татарстана переменная облачность. Плюс 26. На севере республики небо будет затянуто облаками. Там температура воздуха составит плюс 26 градусов. На северо-западе плюс 24. Облачно. На юго-западе республики ожидается переменная облачность и плюс 25 градусов. В центре республики без осадков, но облачно. До плюс 26. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Росбанк, группа «Соситая Женераль», российский банк международного уровня. Пакет премиальной Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Росбанк, группа «Соситая Женераль» В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов в клинике «Доктор Ост» на Ямашево, 11. Не терпите боль. Вернуться в полноценной жизни – это просто. В Казани будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова